Белорусская диаспора Проще говоря, нацист Он подмял под себя информационный центр Белорусский дом в Киеве А они помогают? Каждый вправе решать сам Виды нажительства за посещение мероприятий Малюты Оговариваются заранее, насколько мне известно Что? Про вид нажительства? Не поняла Малюта помогает с видом нажительства На работу берет Но за это ты должен ходить на мероприятие Склоки за спиной, тайное собрание Перетягивание одеяла Присваивание чужих заслуг Собственно, у меня в первую очередь Поэтому и не было желания связываться В историю с народной амбассадой Но не открыть проект в Украине Где самая большая концентрация белорусов Была бы странной То есть идет банальная грызня За власть, за какие-то гранты И более сытую жизнь Но вернемся к чату Белорус из Амержа Там, напомню, почти 600 человек Это такая элита диаспоры Артем Ледовский, Светлана Саванович Алексей Яроховец и Алексей Игнатьев-Качан Основные администраторы Земляки, вы не поверите Но давление на покупателей Бел-Евробондов работает Вчера НАУ звонил один банк Способствующий размещению бумаг Просил не бить И денег фонды предлагал перевезти Мы не купились Так что инвестфонды грохнем с треском Сегодня я выгружу отдельные папки Под каждую нашу диаспору С подробным планом, что делать Для Австрии, Бельгии, Великобритании Германии, Дании, Ирландии Италии, Люксембурга и даже Шотландии Отдельную папку для всех остальных Желающих поучаствовать из других стран тоже Соседе-Женерале наладан дышать Потому что у них терки с Центробанком И там только повод дай Пройтись по Сити вряд ли получится Но вот Райфайзен мы положим точно Теперь это личное Всем привет Тот список материалов, которые выложил в папку Письмо в Райфайзенбанк Письмо в Международный валютный фонд Скрины с торгов Что Дойчебанк покупал евробонды Продолжает ими торговать Ответ Дойчебанк Будто они не владеют и не торгуют Евробондами Беларуси То есть по факту Они солгали нашей диаспоре Надо работать на реальное повышение риска дефолта Например при помощи санкций И саботажа производства на местах РМЗ Фортрип Газельшафт Это официальный дилер БМЗ С эксклюзивом на Германию, Швецию, Чехию, Словакию, Польшу, Бельгию, Словению и Венгрию 50% данного юрлица принадлежит Белнет, то есть нашим Это прокачка денег Все договора идут через РМЗ Товар сразу же доставляется конечному заказчику по всей Европе Многомиллионная схема Руководитель еврей Типичный консерватор управляющей партии Получается, что по мнению диаспоры Быть евреем это плохо? Ну да ладно Еще одна причина расстройства Решение Европейского обещательного союза По Белтеля радиокомпании и Евровидению Али выключать из Европейского обещательного союза И заборонять удел у Евробачени Беларуси не будут Потому что ЕВС паза политикой Такая вось логика Блин, что будем делать? Бомбить через соцсети? Давайте создадим контент того, что транслирует Геббельс ТВ И его будем распространять Может так? В конце прошлого года в офис столичного профсоюза Заявляется некто Марина Карась Она же Воробей Начинала как журналистка Пописывала для Тутбая и Белгазеты Но последние пару лет вообще нигде не работает В августе прошлого года дама решила Что она лидер стачки Пришла в независимый профсоюз И потребовала, внимание, подчинить его себе Профсоюзы мы сейчас видим, как дневный момент поддержать Это поступочное решение Вы должны это понимать, да? Почему поддержать? Потому что профсоюзы это администрация Залимизируют для этого не знаю Вот, что вы понимаете Я маю на увазе такие ключовые, как Белкалей Нафтан Мазырский НПЗ Азот БМЗ МТЗ МАЗ БелАЗ МЗКТ Просто, коли ласка, поглядите Пашукайте трошечки Замежных ключовых партнеров И можете спокойно досылать Гэты дадзины мне Я буду робить некий огульный спис И уже далее глядеть, каким чином мы можем уплывать По прикладу Белкаля я скажу, что у нас есть контракт подписан из фирмы Айкхоф Которая нам поставляет базу комбайнов очищальных СЛ-300 и СЛ-50 И мы теперь будем про немецкую диаспору и непосредственно с ними разговаривать Если не прокатывает и это, идут угрозы руководству иностранных компаний Ровно по этой схеме травили партнера Беларуськалия, крупного дилера Яра в Норвегии Дошли до такой дикости, что даже самый оппозиционный профсоюз в Беларуси вынужден был извиняться Читаем заявление исполкома Конгресса демократических профсоюзов Исполком БГДП заявляет о своем категорическом неприятии, развернувшейся в стране компании По принуждению Яра Интернешнл к немедленному уходу из Беларуси и разрыву контракта с ОАО Беларуськали Шельмование компании, отнесение ее к числу пособников правящего белорусского режима Финансирующего его, не только не соответствует действительности, но и переходит к границе дозволенного Это заявление диаспора невероятных восприняла как лютую зраду Травить начали уже сами профсоюзы, то есть свои, своих же Ультиматум! Или вы прекратите прессовать наших, или мы положим пару предприятий металлургии Плюс киберы, плюс международное давление Сознание отдельным белорусам промыли так основательно, что они были готовы устроить второй Чернобыль из своего предприятия Вспоминаем Гродно-Азот Диаспора создала свой профсоюз Ну, как создала? Зарегистрировали мертвый сайт с тремя новостями, но назвали громко Профессиональный союз белорусов в Великобритании Во-первых, профсоюзы — это объединение трудящихся, а создатели сайта — бездельники из Англии и Ирландии Выехали давно по студенческим программам, теперь нелегалы со случайными заработками Во-вторых, никакие трудовые коллективы в Беларуси эти мошенники не представляют Но спамом от имени этого фейкового профсоюза занимаются системно Однотипные письма отправили множеству западных компаний, которые сотрудничают с нашими А потом отчитались Наши первостепенные действия были Предоставили список компаний одному из британских министров для давления Написали профсоюзам в Великобритании Написали напрямую британским компаниям Протестовали у офисов этих компаний Более эффективно, но очень энергозатратно Продолжение следует...